На территории антенного поля РТРС, расположенного неподалеку от высотной застройки у остановки Выборская, утром среды разбился вертолет Ми-8. Жертвами авиакатастрофы стали шесть человек. Сигнал о ЧП поступил в пожарно-спасательную службу в 11.20. Местные жители наблюдали воздушное судно, которое задело мачту радиовещания и рухнуло в лесополосу. Оттуда сразу же поднялся густой черный дым. Первые расчеты, которые смогли попасть к месту ЧП только пешком в силу характера местности, доложили о горящих обломках вертолета. Тушили его, проложив через лес длинную брезентовую линию. Первых двух погибших нашли сходу. Тела разбросало на десятки метров. Параллельно с пенным тушением пожарные организовали прочесывание местности в поисках раненых. Таковых не оказалось. Погибли все. Останки четверых мужчин обнаружены сильно обгоревшими у деформированного корпуса машины. Ми-8, принадлежавший авиакомпании «Восток», этим утром выполнял учебно-тренировочные полеты. На борту машины находились пилот-инструктор, бортмеханик и четверо командиров экипажей, по очереди выполнявших упражнения. Борт упал в двух с половиной километрах от середины взлетно-посадочной полосы аэропорта местных воздушных линий при заходе на посадку в условиях плотных зарядов мокрого снега. К моменту возникновения нештатной ситуации Ми-8 находился на солидной высоте, судя по тому, на каком расстоянии по земле разбросаны обломки фюзеляжа и хвостовой балки. Предварительная причина ЧП – столкновение с одной из матч-твещания ФМ-радиостанций. «Ну, раз зацепили за матч, значит, низко. Потому что экипаж выполнял тренировочные полеты, они тренировались, вылетели. Минут через десять вылет. Скорее всего, или низкая облачность, видимость. То есть пока только такие предварительные. Что там на самом деле, расшифруют, уже посмотрят, какие высоты, какое что было». Ми-8 с пассажирским салоном ВИП-класса эксплуатировался авиакомпанией с ноября 2012 года. Сама же машина сделана еще в СССР в 1986 году. В обстоятельствах крушения разбирается Дальневосточное следственное управление на транспорте. Возбуждено уголовное дело. С места происшествия Алла Баковкина, Анастасия Манина и Андрей Алферов.